Ну что, ребятушки, всем привет! Новый день, новый влог, как говорится. Сегодня я собираюсь поехать на открытие маленькой студии по аппаратной косметологии, наверное, так это называется. Я еду поддержать свою знакомую девчонку Настю, вы её уже видели, мы с ней ходили на женские практики. Вместе блондинка такая кудрявая. Она открыла маленький кабинетик по массажу, LPG, прессотерапии и так далее. В общем, сегодня у неё открытие, я еду её поддержать, потому что считаю это просто своим долгом, потому что мы все мастера, как говорится, из бьюти-индустрии, обычно стараемся друг друга поддерживать в каких-либо начинаниях. Она сама мастер по ресничкам, она делает бровки, окрашивает, она делает ламинирование. В общем, она сама по себе мастер, но она не занимается массажем. И именно в тот самый день, когда мы поехали на женские практики, мы поехали, как вы видели, с нами была ещё одна девчонка, её зовут Алена. И именно Алена уже несколько лет занимается этими массажами, очень хорошо в них разбирается. И, так скажем, нуждалась в смене работы, места работы. И Настя, недолго думая, решила, что почему бы и нет, собственно, и открыла, в общем, свой маленький кабинетик. Едем поздравлять и смотреть, что там будет. Всё, поехали. Всё в цветах. Девчонки, всё в цветах. Вот так мы и живём. Опять переезд. Да? Короче говоря, переезд. Денис пошёл за водичкой, потому что мы пока грузили всю эту машину, чуть не умерли от сушняка. Мы здесь возле метро. Какой вид, гляньте, красивый. Здесь водички купят и повезём, будем разгружать. Взяли мы не всё, но максимально объёмное всё увезём сегодня и что-то ещё завтра. Мне, как бы, вроде не западло. Денис говорит, что у меня секонд-хенд и хлам. Ну, ну да, ношеные вещи надо всё делать. Несёт в водичку. Ой, блин, от пыли вообще жесть. Просто целая, целая жесть. На, подпием, Оля. О, холодная. Смотри, всё. Стой. Короче, пока Денис отвозил каршеринг, я загрузила часть вещей. Короче, все коробки всё самое мелкое. Осталось там всё самое крупное загрузить. Короче, сейчас выгружу всё самое мелкое. И уже мы с ним вдвоём всё самое крупное засунем. Ушетка там, всё такое. Да, тут, как видите, почти под потолок. И я в квадратики. 25 этаж. Вот такова красота. Всё загрузилось. Комод вообще. Мы уже съездили, отвезли каршеринг к дому, забрали машину. Заходим, и комод так как стоял, дверь подпирал, так и стоял, нас ждал. Просто, я не знаю, он там сколько, но мы 20 минут туда ехали, 20, обратно. Плюсы парковались. Короче, час он постоял, никто его даже не взял. И так каждый раз. Я устала возить, это у меня эта чарлина игрушка, или что? Это к везде. А вот это ещё надо забрать. Тут вот это разгардиаж, всё в пыли, в муке. У меня тут мука распылялась, в муке. На улице дождь, всё мокрое. Но это всё надо увозить. Хочется или не хочется. Ну что, это уже 155-я ходка опять. В общем, мы второй раз за сегодня уже привозим вещи. Вот примерно столько же. Денис сейчас запаркует машину, а я пока выгружу, потому что тут ничего такого, в принципе. И ещё два раза, наверное, по столько у нас будет. Я не знаю, откуда столько вещей. Я буквально год назад переезжала, и их было меньше. Но где-то треть от всего этого уедет домой. Потому что, ну, там, микроволновка не нужна, она габаритная, да? То есть много чего не надо. И вещей много, которые я там не ношу. В общем, да факет целиком уедет. Большой там плед. Ну, в общем, всё, загружаемся, погружаемся. Ну, как-то так. Сейчас будем укрепить вот эти направляющие. Всё, нельзя было шуметь до трёх. Время 44, можно приступать к сверлению и кайфовать. Время 44, можно приступать к сверлению и кайфовать. Охотка 1 155. Полетели. Полетим. Последняя охотка. А что-то этот маленький еле едет. Ну, тура праворукая. Не понимает, куда. Его обогнали тупо. На похерах. Этого ещё. Короче. Всё. Последнее, что мы везём, это цветок и Чарли, да? И ещё полную машину. На голове кипиш. Вот такой наш первый ужин со старым столиком пока что. Чарли уже на суете тут. Всё вымыли. Пока что разобрали коробки. Надо заправить кровать. И вот они все наши коробки здесь. Пока шкафа нет, будут пока тут. Сейчас будет нам очень вкусно. Вот такая суета. О! Мишкирия. Чарли, не лезь туда. Да, Линда. Такая у нас тут красота. Процесс готовки пошёл. И самый главный наблюдающий. Я готовлю, этот наблюдает. Да, Жар? Просто гляньте на него. С веселатки. Крыс. У меня тут будет рыс. Грибами. И скрывает кому. Слитка. Вот такая вот красота получилась. Паша как-то успокоился. Это позитив ему нравится. Что, не хочешь вот это? Ну я так тебе вдовка вас красилась. Короче, всё. Всё вкусно. Всем привет. С Ая, мы пришли в двери. Покажи двери. Мы только проснулись. Немножко сонные. Да. Вот они, наши двери. Тонированные двери. Стекло под бронзу. И вот такой алюминиевый, железненький профиль. Чёрненький. Блин, я спросу, ни херни унесу. Короче, это нижнее направляющее. Это верхнее направляющее. Сейчас будем крепить. Будет красота. Давай сделаем мгновение. Мгновение ока. Вот такое. Ну вот. Посмотрите. Какова красота. Без зазора у него ничего нет. Мы же без стены. Да. Чётенько. Обращайтесь. Дорого. Класс. Теперь тяжёлый рецепт. Можно поменять, да? Да, можно какую хочешь. Ну, на ступоры просто там. Мы решили, что... Не-не, надо краешек, конечно. Нет, всё чётко. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Бомба. Гляньте, какой крыс тонированный получается. Загорелый. Да? Банзео. Холодео. Всё, сейчас порядочно наведём. Полы мама помоет. Да? Мама помоет полы. И будет порядочно. Качаться. Класс. Та ты шо. Люкс тяжёлый. Мы там ещё заглушечки поставим. Всё аккуратненько, красивенько. И будет чётко. Костюм, конечно, а то бабы. Да, то бабы. А то, как на корте, на корте. Там же боевая, там лоса. Есть. Такое ощущение необычное, отвечаю. Очень необычное чувство такое. Да. Как бы тебя сильно сжимает, Но, ну, не до усрачки, как бы. Вдыхаешься. Ну, подбирается живот специально. Если бы у тебя было повышенное давление, на такой мышечке тебе бы порт попал села. Ну, да. А мне кажется. То есть, мне, вот, например, я лезу на 100, А когда там чё-то в мире меняется. Ну, да. Давление отмазки нормально. Я не могу на 100 лежать. Мне так плохо становится. И видно прям некоторым, вот, кому неправильно мощность высыпать берёшину, или если они сами там не знают, то давайте посильнее. Как им плохие. Там всё процедура. Глаза красные, они уходят всё-таки. Ну, да, оно должно, как бы, сжимать, но, да, не так, чтобы прям... Блин, вообще прикольно. Мужчины лежат нормально, они могут хоть на полной мощности лежать. Ну, да, им чё, им бы их бы сжать... Блин, Денису надо сходить. Вот, даже не ради, вот, ну, похудения, как мы, да. К нам ходят фитнес-тренера. Класс, расслабить мышцы. Расслабить все вот эти волочные кислоты, разменяясь только там. Всем сыны на моей кухне. Прекрасный, красивый, пьяный, любимый. Чарли в наблюдательном пункте. В общем, я сейчас буду готовить. Вот, такое включение. Я сегодня занималась уборкой, привела квартиру в порядок. Конечно, ещё не всё готово, но уже чистенько и уютненько. И, наконец-то, когда мои волосы почти высохли, я решила заняться готовкой. Моя задача из вот этой курицы приготовить суп. У меня тут кастрюлька уже ждёт. То есть я сейчас разделю крылышки, ножки, бёдрышки. У меня пойдут в духовку, я их буду запекать. Грудки я срезаю и делаю из них котлетки. То есть я взбиваю в блендере с яйцом и делаю такие котлетки. А сам скелет, спинка, ну и всё, что останется, я не срезаю прямо под ноль. У меня пойдёт на супчик. Очень вкусно получается. И, кстати, достаточно жирненький. Я в прошлый раз готовила. То ли курица хорошая была, то ли что. В общем, сейчас буду готовить. Только-только убрала. У меня такая чистая кухня. Мне очень жалко не засирать. Но после этого я всё равно уберу. А ещё вы, наверное, заметили, что у меня вот такая штука стоит. Это потому, что у нас пока что, как видите, нет фартука. Это просто обои. И здесь будет фартук. И мы пока что не можем определиться, чего мы хотим. И я купила вот такой экран. Он металлический. Он очень крепкий, устойчивый. И вот я уже сколько пользуюсь. Ни одной капельки нет на обоях. Хотя обои у нас вымазаны тем, что нам как-то собирали кухню грязными руками, тут всё залапали. Ну, как бы мы это всё будем закрывать фартуком. Ну, то есть большим, короче, тут фартук и до подолка. Вот. Поэтому ничего страшного. Но, тем не менее, я как бы отгородила, чтобы не заляпывать обои. Я жарила их. Картошку жарила. И ножки, вот бёдрышки я жарила. С них брызгает просто ужас. Короче, очень крутой экран. Я такой же заказала своей маме. Она его уже получила. Пользуется. И сказала, что даже с учётом того, что фартук есть, плитка, всё равно вот эта штука очень легко моется. То есть ты берёшь просто влажную тряпочку такую, просто протираешь и всё. А, например, фартук, его нужно мыть. Особенно швы фартука, ну, просто они засираются. Их потом ничем не дерёшь. Я не знаю, какими средствами надо. А тут просто тряпочкой протёр, и всё, ни одной капельки нет. То есть поверхность алюминиевая. Короче, я так понимаю, что это та поверхность, из которой делают в ресторанах столы. То есть это поверхность, которую очень легко очистить, легко моется. Крутая. На самом деле, есть такие фартуки, и вообще кухни, столешницы делают из такого металла, да. По-моему, это алюминий, если я не ошибаюсь. Но, к сожалению, такой стиль мне не нравится. Я вам покажу вот здесь варианты, я видела. Но мне такой стиль не нравится. Ну, слишком вот кафешный, но на самом деле, очень круто. Я видела выпуск квартирного вопроса, и они делали такую кухню у многодетной семьи. У них там, не знаю, 8 или 10 детей. И они им сделали такое, и говорят, что, ну, тут практически детский сад. И для того, чтобы всё было стерильно, да, по максимуму, чтобы всё было хорошо, то вот такая поверхность очень удобна для готовки, уборки и так далее. Вот, всё. Рассказала, показала. Сейчас буду готовить. Не буду вам ничего показывать, наверное, потому что это всё будет очень долго. Я сейчас подготовлю всё, все овощи. Тут у меня картошка, морковочка. Вот она, малышка-морковочка. Тут у меня лучок, чесночок. Никак не приобретала себе какую-то специю для супа. У меня когда-то была специя такая вкусная, мне её, моя кума, привозила из Приднестровья. У них, она называется, по-моему, для супа Азу. Она, короче, такая приправа, она с кислинкой, она делает суп немножко кисленький. Я не знаю, может быть, вы знаете такое. Я, короче, пробовала добавлять просто специи, и лимонную кислоту, потому что там, как раз таки я почитала, там лимонная кислота есть в составе. И благодаря ей как раз таки суп получается кисленьким. Но не получается. Вообще не получается. Поэтому у меня тут, кстати, органайзеры, если вам видно, не знаю, видно, по-моему. Вот это вот многоэтажки такие, то есть, чтобы можно было укладывать в один ящик. Просто жалко, такое пространство пропадает. А так получается, что многоэтажки, то есть, я заказала, их в наборе шло две штуки, и как раз вот у меня тут специи все хранится. Вот. Я, конечно, малышка маленького роста, но даже без лесенки достаю. А вот там уже все с тобой, я у нас не с лесенкой, я с лесенки достаю. Вот. Все. Подготовим сейчас себе все. Еще не могу, кстати, нарадоваться доводчикам. Ты просто вот так толкаешь, и оно тихонечко закрывается. Я, честно, я не могу нарадоваться. Я не пользовалась кухней с доводчиками, но я была в гостях у людей, у кого есть доводчики, и как бы оценила эту фишку. Вообще, короче, крутая штука, я балдею. Очень удобно. Вот. Накупила всяких органайзеров. Короче, чтобы вы понимали, я накупила всяких органайзеров для дома тысяч на 20. Это просто сумасшествие, но я, не знаю, я люблю, чтобы все было красиво. То есть, мало того, что удобно, еще и красиво. И поэтому у меня, вот, ну, даже вот, блин, баночка для моющего средства. красиво, согласитесь, она стоит, коннектится с краном, мочалочки тоже черные, да, коннектится с мойкой или с краном, не знаю, я очень люблю. А еще у меня там только что стиралка достирала и досушила. Мы купили стиралку, вот, сколько нам говорят, не покупайте, зачем мы купили стиралку вместе с сушилкой, это там проблема, это все не то, у нее нет емкости для, там, какого, хранения, для сбора пыли, все ок, вообще, вот все ок, отлично, просто, не особо-то она греет, здесь на самом деле сейчас вообще температура, вот я когда волосы, когда волосы сушу феном, в ванной намного жарче, чем от сушки, потому что есть сушилка, которая, в ней стоит такая штука, которая, ну, как-то там, я не знаю, эту горячую температуру крутит-крутит-крутит-крутит, и пока она не остывает, не выходит, а есть вот такой формат, где она нагревается сильно, и нагревает комнату, в которой она стоит, короче, вообще, я не знаю, вот на самом деле уже тепло, и на самом деле, даже классно ее включить, перед тем, как идти купаться, чтобы в ванной было тепленько, потому что пока что, как видите, у нас нет этого полотенцесушителя, и прям без него прям грустно, вы у меня на штативе, я вас вместе с штативом притащила, короче, и тут есть такая стирка, быстрая стирка, вместе с сушкой, то есть за час, и, ну, реально, это кайф, просто полотенчики мягенькие, тепленькие, просто, ну, понятное дело, что за час все полотенца не успевают, прям полностью высохнуть, но им вот повисеть, они сейчас, знаете, вот они сейчас такие же, как вот, когда ты выходишь из ванной и вытираешься полотенцем, оно становится влажное, да, и вы его вешаете на полотенцесушитель, вот оно сейчас примерно точно такое же, поэтому у нас полотенцесушителя нет, поэтому оно будет сохнуть здесь, я пока что сниму халат, чтобы туда развесить полотенце, вот, чтобы они сохли, класс, футболки вообще, вот я футболки тоже постирала, футболка вообще сухая полностью, вот ее просто можно, и, кстати, можете посмотреть, если вам видно, насколько она мятая, то есть, вообще слегка, а если ее сейчас просто сложить, пока она тепленькая, то она, ну, просто будет, вот, вот так замята, а остальные части будут, вот как после глажки, сложил, вот, она ровненькая, вообще балдеж, я не могу нарадоваться, я давно шла к такому, знаете, состоянию, чтобы было комфорта, то есть, я за комфорт, и уже когда, все-таки, жилье твое, как бы, да, ты уже там не в съемной квартире живешь, то, ну, наверное, уже можно позволить себе, как-то позаботиться реально о себе, и сделать комфорт, создать, мне было это очень важно, очень нужно, я просто счастлива, как никогда, просто, не передать, вот, вот эта, кстати, футболка, она из другой ткани, такой более, я не знаю, как будто бы тут есть немножко флиса, она такая более тепленькая, что ли, вот она слегка, вот она как сырая, знаете, то есть, она уже почти-почти высохла, то есть, ее достаточно, вон, сейчас на сушилку, у нас есть сушилка, на сушилку кинут, и, в общем, ладно, я пока что это, достану то, что сухое, ой, класс, еще, еще своим кондиционером, любимым, как обычно, любимым кондиционером, что я постирала, обожаю, он так пахнет, у меня, если вы слышите, у меня забитый нос, я на днях, немножко приболела, выпила холодного молока, понимаете, а у меня хронический танзелит, и раз, и все, и я заболела, в общем, я два дня попила таблеточки, чтобы, ну, не растягивать, и, в общем, все в порядке, в общем, все, сейчас я разберу, и потом к вам подключу, а еще я никак не налюбуюсь, на наш шкаф, я вообще балдежон, кстати, воно штативе, вот такой у меня, короче, вообще классный шкаф, точнее, ну, шкаф тут, шкафа нет, тут просто ниша, обои, и вот это вот все, то, что мы в Леруа купили, но дверцы, просто, я не знаю, я в балдеже, это зеркало, тонированное под бронзу, короче, если видно, вот белое, да, если бы оно отражалось одинаково, но видите, какое получается, то есть ты в этом зеркале всегда немножко загорелый, это вообще прекрасно, приятно, перед выходом на улицу, ты на себя посмотрелся, думаешь, боже, какая красотка, и пошла, вот, сюда, видите, тут очень узкое пространство, вот это, но, в общем, я посмотрела эту обувницу, она будет немножечко так, вот так, наверное, где-то торчать, но ничего страшного, у нас очень широкий проем здесь, а мы не толстые, поэтому, я думаю, что все будет хорошо, мы поставим сюда обувницу, потому что без обувницы очень плохо, я сейчас, вот там сделала, видите, пеленочку положила, и туда положила, видите, у нас еще пока хаос, от того, что у нас нет шкафа, основного, который, кстати, скоро будет, вот, в общем, покрывальце, скудненькое, такое маленькое, но ничего, как видите, подходит, а тут у нас пока что все в коробках, но скоро это закончится, все, ребятушки, я беру зарядку, Чарлиту тут балдежи, куражи, я беру зарядку, втыкаю вот сюда, и буду, значит, заряжать телефон, надеюсь, я не сильно громко говорю, потому что прям в телефон, и, собственно, буду готовить, так, что-то у меня, я, я, кстати, хотела же вам рассказать, главное, сейчас пока что-нибудь буду делать, я вам немножко расскажу, в общем, я вчера сходила впервые в своей жизни на LPG, долго и давно я хотела попробовать данный массаж, вот, я сходила, ну, по-моему, вы должны в этом влоге увидеть, я ходила на открытие как раз-таки этой студии, Киэл, реально классный специалист, на все руки просто, на все руки мастер, и такого мастера вообще грех, не взять к себе работать, собственно, вчера сходила я на LPG, делала я все тело, то есть, икры, ляжки, бедра, если красиво ответить, попа, живот, бока, спина и руки, что могу сказать, вчера уже, когда я приехала домой, немножечко начала болеть, болеть начала только кожа, то есть, ты когда прикасаешься к коже, ну, немножко надавливая, так ощущение, будто бы тут синяк, то есть, ты, ну, к синяку прикоснулся, ну, не так, чтобы прямо это проблематично, сама процедура терпимая абсолютно, немножко есть места, где больновато, вот, но, в принципе, ну, нормально, моему болевому порогу, порогу нормально, и после LPG я сделала прессотерапию, вообще прикольная такая процедура, опять же, я вам ее наверняка уже показала, короче, что, я хочу вам рассказать, какие у меня ощущения, сегодня, получается, вот, второй день, я вчера делала эту прессотерапию, LPG, я проснулась абсолютно неотекшая, то есть, я всегда просыпаюсь, у меня мешки под глазами, прям, ну, в принципе, лицо достаточно отекшее, мне Алена сказала, что прессотерапия, она очень хорошо, помимо всех ее общих качеств, которые она там вообще помогает, как раз таки, отечность убирать, это вот тоже одно из критериев, Чарли, не шкодит там, и я офигела, потому что я реально сегодня проснулась, кроме моих губ, в которых есть гиалуроновая кислота, и туда, ну, гиалуроновая кислота, она к себе очень притягивает жидкость, насколько мне известно, вот, кроме губ, отекшим не было ничего, я очень приятно удивлена, приятно мне, радостно, и я как раз таки решилась пройти курс, в общем, ходить нужно часто, то есть, не каждый день, но через день уже можно, то есть, я буду ходить каждый, через каждые 2-3 дня посмотрим, как получится по работе, план вот такой, хочется каждые 3, 2-3 дня ходить, наверное, 3, я посмотрю, как я буду восстанавливаться, потому что ни воздуха немножко не хватает, потому что вот сейчас у меня, ну, такое ощущение, вот уже получается вечер этого дня, да, следующего, сколько времени, я не могу посмотреть, вот, уже вечер, как бы, и сейчас у меня, вот как раз к вечеру, я вот искупалась, я когда мазалась молочком, и когда скрабировала тело, было такое ощущение, как будто бы синяк, то есть, я как будто бы по синяку немножко вожу, то есть, такое неприятное чувство, ну, абсолютно терпимое, вот, и потом подключилось ощущение, как будто бы я после спортзала, то есть, ноги, вот мышцы, ног, такое ощущение, будто я сходила в спортзал, приседала, делала приседы, выпады, и все тому подобное, то есть, у меня реально болят мышцы, ровно как после спортзала, я в шоке, 25 минут или 30, и длится LPG, и вот такое ощущение, это очень круто, я рада, довольна, это то, чего я хотела получить, руки, капец, это то, что я хотела получить, в общем, я хотела пойти 9-го, во вторник, как раз будет третий день после процедуры, но девчонки не работают, поэтому я пойду, наверное, 10-го после работы, поеду, мне тут недалеко ехать, где-то 10-15 минут, в зависимости от того, будут ли пробки, или не будет, ну вот мы в тот раз ехали, 12 минут до него, короче, посмотрим, как буду восстанавливаться, на самом деле, вот и я, и Денис тоже сказал, что еще вчера, вот я пришла, ему все рассказала, он меня возил, туда ждал, и он говорит, мне кажется, что подтянулась кожа уже сейчас, и когда я утром проснулась, он говорит, блин, ну реально, как будто бы, вот прям подтянулась кожа, то есть, понятное дело, там объемы остались, но какая-то упругость появилась, я не знаю, может быть, это плацебо, или я сама себя убеждаю, что это так, но я это чувствую, вот, и, ну, короче, болезненно, мышцы болят, посмотрим, как будет завтра, буду отталкиваться от того, как проходит, потому что, конечно, ну вот так вот, по-больному, я бы не хотела делать, посмотрим, как будет отходить, точно так же, как от спортзала, или быстрее, еще я пью витаминки всякие, поэтому витаминки помогают организму быстрее восстанавливаться, насколько я знаю, поэтому классно, все, я буду это все мыть, не хотела просто шуметь, пока я рассказываю, буду мыть и буду готовить, смотреть YouTube, я, если честно, когда готовлю, люблю смотреть квартирный вопрос, я вообще люблю его смотреть в любой непонятной ситуации, но вот когда готовлю, люблю смотреть квартирный вопрос, вот такие какие-нибудь прикольные передачи, вот, а когда не готовлю, то смотрю какие-нибудь, ну просто, я не знаю, мне комфортно смотреть квартирный вопрос, когда готовлю потому что ну там не обязательно прямо вот пристально смотреть можно такими перебежками на еще я катю конусову смотрю потому что тоже ее надо в основном слушали не смотреть вот еще полотенчики такие классные заказала нравится такие прям знаете современные вафельные очень нравится чарли там игры играет все ребятки я буду готовить спасибо за внимание двигаемся дальше блин еще моя радость это фильтр это конечно просто бомба то есть это у нас фильм фильтрованная вода это вода из-под крана но это очень удобно вот суп варить все это поставил я кстати тут уже разделала вот они грудки на этот самый на котлеты и бедрышки ножки и крылышки на что-нибудь не знаю еще не придумала если честно что буду с этим делать пока что из этого котлета эту морозилку вот короче бомба все ребят продолжаю я кстати смотрю квартирный вопрос смотрю какую-то делать ребятам короче говоря у меня обед я вот только что пожарила котлетки вот эти макарошки были я решила их доесть это помидоры и сметанка вот еще и сметану иногда заменяю греческим йогуртом тем временем у меня здесь все практически готов рис я когда вот такие поры появляются и водички там нет от этого его удобно прозрачным готовить у меня пока что прозрачная только сковородка и вообще классно получилось я выключаю обычно отодвигаю когда вода заканчивается и накрываю полотенцем и рассыпчатый получается рис просто бомбовый вообще как его готовить уже тысячу рецептов есть вот если вдруг будет интересно поделюсь тут у меня варится курочка сейчас я буду снимать вот этот шум так называемый не знаю мама и бабушка всегда называли это шумом и общем тут у меня уже все готово тут у меня картошка и морковочкой буду варить и лук порежу все еще на буду шум снимать и садиться кушать я тут намыла посуду у меня тут котлетки чилица у меня вот такая вот видите на резиночке штучка вот я накрываю чтобы вы поняли чтобы не обветрилась тут у меня остывает курочка вот видите остался ее скелет я не прям плотно срезала грудку там еще на спинке есть мясо рис как я вам говорила люблю накрывать а тут у меня уже варится картошка и морковочка скоро к ним вернется курица и лучок лучок у меня такой белый потому что картошка картофельный крахмал я отбелил все и я уже покушала вот видите там уже такое предзакатное небо просто обожаю вид шикарная я просто нас соседи вот с той стороны через стенку и им дом закрывает как раз закат и к сожалению они его не видят а мы видим из этой комнаты еще к спальне она туда ближе соответственно вид еще лучше и зимой закаты будут вот здесь я уже проверяла закатом здесь то есть мы тоже их будем пришли стол и стулья стол я просто сверху поставила на нос вот такого красота илюстраембо сейчас будет для стрэмбо хотя бы короче осталось ножки сделать золотыми этому столу и у нас все коннектится с полом раза три с кухни с диваном бархатистые тяги и бархатистый крыс уже не включил просто вы такие романтичные денис на рыбалку собирается давление норма какая лет 70 спросить нормальное давление стандартная если плохо станет скажем вода спасибо да да обувное ряд вот эти мне нравится шлепки да они смотрятся классно мне нравится как они смотрятся на ноге понял они прикольные что дальше пройдем еще мы приехали на садовод после массажа какие нравится прикольные конечно все нравится типа яркие джинсы много клинте сколько много класс тебе нравятся мои джинсы и супруги и гласа у нас полмээнджел ну фирма есть такая короче мы уже набрали вам джинсы джинсовую куртку кроссовки и футболку денису обновили гардероб немножко смотрите какие не баланс четкие короче ходим выбираем короче тут движуха дикая пойдем сейчас чебуряки хавать короче я решила все таки пересадить цветок он у меня вообще из вот этой пипки маленькой вымахал уже посмотрите какой большой все я уже убедилась в том что ему здесь хорошо что ему здесь нравится так у меня есть грунт для цветочных культур для цветов так что ему понадобится немножко придется подсыпать грунта купила такие горшочки красивые в них три штуки вообще шикарные замечательные горшочки красавчики такие под интерьер такие беженые я ни разу не пересаживала если честно цветы и особо даже не знаю как это делается но решила что надо посыпаем немножко на дно у меня если честно нет дренажа никакого ну вот не особо то он конечно больше горшочек помыло теперь надо полить его по-любому потому что не смотрится должен у меня все таки будет горшок побольше я взяла горшок на литр вот это тоже получается на литр горшок я думала что он на пол-литра или там на сколько надо брать на побольше вот он малыш горшочек отличный но горшочек такого же размера чуть-чуть совсем чуть-чуть он больше чем тот который был ему здесь нравится надо ему еще листики помыть кстати что я мыла и видите капельки поставались и пыль на эти капельки села и теперь опять точечки короче сейчас еще листики ему помою но ему здесь нравится он прям в кайфах жестких да черный на блин горшочки красивые вообще реально красивые горшочки мне очень нравится можно его реально рассадить что думаете корни распустить я блин боюсь лата посмотрим всем приветики новый день я еду с массажа надеюсь мне слышно я ездила снова на lbg и на пресс-терапию это была уже моя третья процедура что могу сказать по болезненности в принципе ощущение от самого lpg осталось таким же как и было в первый раз в принципе но болезненность после уже в принципе отсутствует потому что в первый раз когда я сделала lpg получается у меня мышцы болели на следующий день и вообще еще два или три дня болели просто дико болели прям как после тренажерного зала прям сильно болели а вот уже после второй процедуры болезненности как таковое особо не было и причем реально короче нормально я поняла что это концентрируясь на дороге и я не могу концентрироваться на том что я рассказываю вот в общем я уже на районе ехать мне от моего дома до lpg 12 минут и ровно столько же ехать и обратно так что я уже на районе вот сейчас приду домой перекуши перекуши перекушу и денис должен купить все должен купить на борщ ему понравился борщ который я приготовила кстати борщ не готовила два года вот поэтому он получился очень вкусный прям как мамин может быть даже вкуснее вот я вообще пропала я сейчас оделась и мы решили пройтись наверное покушать может быть мороженку или что-нибудь такое я в своем новом костюме надела рубашечку потому что там ну уже прохладно почему не такой костюм и купила 21 бежево какой-то коричневый второй этот синий меня шура уговорила шури спасибо потому что жура сказала мне идет синие она была права все чарли на базе короче я иду на прогулочку вообще ничего не снимаю хотя хожу и на lpg вот это все все будут какие-то отрывки отрезки ну так я поняла я не снимаю наверное потому что я уже морально еду домой реально ли у меня какая супля если это я сидела только что видео смотрела вот так вот накручивала волосы на палец зачем я это сделала ладно я уже морально еду домой я уже там и вообще планирую конечно же я поездку снимать потому что последний раз я ездила туда короче блог вы можете отмотать один из самых первых по моему блогов у меня как раз таки это блог с поездки домой так что снимать я сто процентов планирую всем приветик новый день вроде бы не новый блог я выехала еду на так там навигатор не болтает у меня я выехала и еду на массаж снова еду уже на пятую процедуру по моему после сразу поедем обратно с Настюшкой Настюшка ко мне на ресницы должна приехать поэтому я ей предложила записаться в такое время чтобы мы вместе поехали обратно потому что она не водит я говорю ну если что на каршеринге вместе поедем сделаем массаж я вчера передых делала то есть я уже второй раз еду через день делать массаж ну так болезненно немножко через день все таки не успевает сильно все отойти но жить можно нормально блин тут конечно дорога я вообще не знаю что движуха бесконечная какая-то вот так вот короче мне туда все погнал вот такое у нас доброе утро мы заклеили этот самый кровать и все что там с той стороны есть для того чтобы освободить место я здесь буду собирать шкаф чтобы мусор никакой не летел есть мысль еще загородить вот это место тоже заклеить чтобы туда тоже ничего не летело но вот сейчас если что заклеим короче доброе утро добрый вечер Чарли уже в будке скрипит там такая вот красота вы понимали масштаб у нас дверь изнаночной стороной срач я в дениса шлепках короче тут вот у нас суета ну что я наконец-то поработала нам установили шкаф вот такой красивый замечательный это меня не может не радовать короче я поработала только что проводила клиентку набрала тазик воды беру стремянку которая идеально сюда вписывается по размеру я имею вот и буду мыть немножко надо помыть потому что он тут ну присверливал когда чутка пылил короче буду сейчас мыть шкаф и снаружи тоже тут ну залапанный поэтому надо помыть и буду разбирать вот это я не знаю вам видно или нет сейчас покажу которая вот тут стоит видите коробки коробки в общем все приступаем ставлю вас на перемотку ставлю на перемотку и полетели все и Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой он сверкающий, интересно, видно, что он не залапанный, да, вот видите, какой сверкает, вообще, красота, я довольна, у меня, кстати, сейчас покажу, посмотрите, какая красота, боже, вообще, пахнет, ребят, очень-очень-очень сильно пахнет тюльпаны и сирень, кстати, сирень, если кто-то скажет, вот, вандалы, порвали сирень, сирень обязательно нужно обрывать, чтобы на следующий год урожая было больше, то есть сирень любит, когда ее обрывают, она тогда дает больше-больше цветов, поэтому мне Денис привез такой букетик, переживает о том, что они, ну, типа, вот такие грустненькие, я говорю, это все равно красиво, меня радует безумно. Сейчас буду разбирать вещи, вот в этих коробках, вот в этих, но снимать я это не буду, потому что почти все вещи я буду мерить, потому что часть вещей я буду отвозить домой родителям, извините, я лохматая такая, вот. Вот, мы уезжаем, сегодня суббота, мы должны во вторник уже уехать домой, об этом никто не знает, что мы приедем, поэтому сюрприз. Чарли на гадюшу, да? Хитро себя ведет. Показывать не буду, потому что буду раздеваться, мерить, в общем, уверена, вы представляете, как это будет выглядеть, так что все. Все, я довольна, счастлива, безумно. Шкаф меня радует больше, чем я не знаю, что может радовать женщину. Погнали. Что, приветики, новый день, и это уже, ну, короче, сегодня воскресенье, во вторник мы должны уже ехать домой. Вчера я вам, по-моему, снимала. Мы с Чарли, вот они такие, сидим, ждем. Денис пошел тут напротив отремонтировать у него на брелке машины, что-то там отломалось, ему нужно, чтобы, забыла, как это называется, припаять, припаять надо ему там какую-то штучку, кнопочку. А мы собираемся ехать в Серпухов, у нас стрижка, потом, пока его будут стричь, мы поедем к моей подружке, она буквально два дня назад родила. Мы поедем помахать ей в окошко, поддержать ее, чтобы она порадовалась, что, ну, как бы, к ней приезжают, что она не одна. Вот, покажет малую. Она вообще такая смешная булочка, сладкая вообще. Я вообще, когда она мне прислала ее на видео, я аж расплакалась, не смогла прям удержаться. Чарли, ну что там, пасеку включаешь? Давай, усаживайся, усаживайся, маленький. Мы едем в Серпухов, подстрижем Чарли, съездим к Катюхе, она там в Серпухове как раз же живет. Меня к этим дням немножко высыпало. Такие вот новости. Я сделала свежий маник, в этот раз ничего не показывала, не снимала, сделала такой веселенький синий френч. Все, в общем, выдвигаемся. Вот он, малыш, на этом, на контроле сидит, все ждет. Короче, маник вот такой, нарядненький. Чарли, поздоровайся с ребятами. У нас классная погодка такая. На самом деле, на улице прохладно, уже все приятная такая погода. У нас, как и говорила я ранее, никто не знает, что мы приедем. Ну, они знают, что мы собираемся приехать в июне, там, летом. Но когда конкретно, никто не знает. Поэтому, поэтому классно. Приедем с сюрпризом. Я, кстати, сейчас нахожусь, представляете, сейчас покажу. Вот этот дом, вот этот, я здесь жила. Короче, когда я только начала заниматься ресницами, я переехала вот в эту, вот в эту квартиру. Я ее снимала почти два года. Это Щербинка, мы сейчас на Щербинке. Маршала Савицкого, 26, корпус 2. Я даже помню, четвертый этаж. Короче, вообще классное место было. Вообще много у меня работы здесь было. Вообще кайфовало. Район мне этот нравился. Такой спокойный достаточно. Но при этом легко уехать в Москву, потому что здесь ходят вот эти синие автобусы. Как бы не маршрутки, а нормальные автобусы по тройке до метро. Короче, очень удобно. 15 минут это возле метро. Ностальгия. Все, увидимся попозже, когда Чарли подстрижется. Запомните его вот такой чупакаброй. Вот так меня подстригли, скажем. Короче, Денис захотел, чтобы его подстригли слегка, чтобы он был пушистый. То есть мы выстригли сраку, выстригли животик, лапки, мордочку подстригли. Но он остался пушистый, одуванчик вот такой. Новый день. И я преобразилась. Вот такая вот красотка. Приезжала ко мне Мэри. Мы с ней замутили друг дружке реснички. Я ее уже проводила. Мы с ней тут покушали. Она привезла мне круассанчиков. Я вот один себе оставила. Хочу сейчас вот с цикорем допить. Блинчиков поели. Но я вот заказала Мэри угостить. Цветочки мои все еще стоят маленькие. Видите, еще живут. Вот красавчики. Чарли вот такой красавчик. У меня тут, видите, круассанчики. В общем, сейчас поему круассанчик. И у меня где-то через час клиентка. Последняя клиентка в этом месяце. Вот я вот такая красотка. Довольна ресницами в этот раз делала. Я обычно двойной объем делаю. А в этот раз делала тройной объем. Захотела в дорогу. И что-нибудь такое поярче. Маленький песик, красивенький. Застыл. Что-то маленький застыл. Что? Круассан, кстати, с малиной. Мэри принесла два с малиной, по-моему. Сейчас проверим. Да. Прям внутри малина-малина. Прям малина. Вкусные круассаны. И что-то с ванилькой там я убрала их, чтобы они не обветривались. Все. Буду кушать. Новый день. Новый друг. Мы приехали с Денисом по делам. И тут вот такой дружочке сижу. Никого не трогаю. Балдею. Просто воздушком дышу. Жду Дениса. Смотрю, а у меня он вот сюда прям залез. Что могу сказать? Мы закупились всем, что нам было надо. Денис ребятам закупил. Всякие там спортивные штаны, футболки, кроссовки. В общем, хочется порадовать ребят. Сегодня у нас какое-то число 25-е. И мы, получается, хотим сегодня ночью поехать домой. Я вообще не могу нарадоваться. Мне, если честно, высыпало немного. Немного высыпало. Но я думаю, что вы мне этого простите. Потому что предвещаются эти прелестные дни. Блин, меня немного котик поставил на мне всякую требуху. Наконец-то сегодня мы выезжаем. Меня не может это не радовать. А еще у меня случилась грустная, печальная история. Недавно. Короче, я монтирую... Монтирую... Господи, что-то поразотвит. В общем, я монтирую видео в приложении Luma Fusion. У меня там на монтаже было видео, которое я монтировала целый год. Это касалось квартиры, ипотеки и всего-всего, что там у нас происходило. В общем, все это сбросилось. Ну, ладно, то, что там другие видосы сбросились, они там короткие. Я их могу перемонтировать. Но этот ролик был на час двадцать, по-моему, уже смонтирован. То есть это уже из всего материала, которого там часов на шесть, наверное. Короче, я рыдала, сидела. Меня Денис успокаивал. Ну, типа, говорит, значит, так надо было. Значит, смонтируешь лучше или еще чего. Вот он, дружок, тут ходит. Я очень сильно расстроилась, плакала, но недолго, в общем, успокоилась. Было очень обидно. Мне просто, понятное дело, что все вот эти исходники, материалы у меня есть, но там просто вот я даже не вспомню. Ну, даты, ладно, даты можно посмотреть, в какой день я видео делала, да, даты можно посмотреть. Но там было кучу приписок, каких-то вставок, каких-то фоток, каких-то что-то. Это просто, ну, представляете, год, блин, я это вообще искать, где буду. Мне просто жалко потраченного времени очень сильно, жалко вообще моего труда. В общем, решили мы пока оставить эту затею и не заниматься этим видео пока, что буду заниматься этими влогами. Не знаю, будет ли интересно потом это все смотреть, но как-то так. Мы тут в поселочке, тут так зелено вообще, красиво, все зелено. Ну, с этой стороны не очень красиво, с той стороны красиво, но я показывать не буду. Потому что это частная территория. О, собака выбежала. Ой, ой, хозяин там, паниелька. Вот такие новости, ребят, что все, следующий влог, наверное, будет уже с поездки. На этот момент я, наверное, буду с вами прощаться, там, в принципе, достаточно всего было. И следующее будет, наверное, видео уже с поездка домой. Как у нас там все пройдет, я постараюсь снимать. Я не была там пять с половиной лет, так что посмотрим. Предыдущее видео из ДНР вы можете посмотреть, оно было как раз-таки вот столько лет назад. Так что следующее видео уже выйдет, ну вот как я вернусь, наверное, буду монтировать. И может быть там буду монтировать потихоньку по ночам. Потому что мои там рано ложатся спать. То есть комендантский час домой надо будет. Достаточно рано поехать. Что у нас тут отваливается? Скачки мои, внимание, перескоки. Причем вот такие вот новости. Я не могу нарадовать, если честно. У меня эйфория такая аж разносит. Так хочется мне поехать уже домой. Я просто капец как соскучилась там по всем, по бабушке, по брату, по родителям. Хоть я их и вижу часто. Все, ребятушки, на этом моменте я буду с вами прощаться. Увидимся с вами в следующем влоге, который будет из дома. Наконец-то. Все, всем хорошего денечка, хорошего настроения. И всем пока. Все, пока. Продолжение следует.